Короче говоря, по словам высокопоставленного источника в Москве Никол Пашинян идет по стопам Владимира Зеленского. Почему не Михаил Саакашвили? Армению кремлевский аноним называет Украиной номер три. Украина номер два в его рейтинге Молдавия. Почему не Грузия? Вот в чем вопрос. Понятно, Грузия исправилась. Но есть и другая версия. Все три указанных Украины – история неугаданных ответов на вопрос, что это вообще такое уход на Запад. Украина уходила от России не спеша, но уверенно. Однако даже углубленное исследование, почему Украина не Россия, не проясняло, почему этот факт никак не приближает ее к заветному верховенству права. Антикремлевский порыв Майи Санду был уникальным для наших широт, образом вписан в реформаторский контекст вообще. Но в борьбе за сохранение этого успеха уже не до либерализма. Бегство с Востока почти не выказывает признаков скорого прибытия на Запад. В Армении же порыв на Запад исключительно обида. Здесь для многих Россия плоха не тем, что напала на Украину. Она плоха тем, что, как считается, предала Армению. Война в Украине плоха не тем, что это война в Украине. Война плоха тем, что не дала, как считается, России выполнить некие обязательства перед Арменией. Для ухода на Запад маловато. Но никто никуда и не уходит. Армянская власть просто отвечает на отчаяние улицы, изрядные части которой, кстати, обиды на Россию не мешают обвинять Пашиняна в том, что он их с ней ссорит. Если отвлечься от нюансов личностного свойства, обычная история. Традиция отвечает на вопросы, исходя из колониальных привычек, как пыль в складках одежды. Незаметно, но неистребимо. Не только в Армении. Увести страну на Запад можно лишь вытягивая ее за волосы из болота. Уход на Запад – это маниакальное миссионерство. Звериная воля на грани суицидального безумия с известными последствиями, в том числе и теми, которые не сокрушить до основания даже десятилетним термидорам. Пашинян на этот образ не претендует. Но и у Москвы на его счет претензии поскромнее. Получить Зангизурскую дорогу, а там пусть хоть Сороса назначат вице-премьера. Короче говоря, мосты не сожжены. И Пашинян, если что, поедет в Бишкек. И Путин из Бишкека, если что, напомню, что у него с Пашиняном нет проблем. Хотя, доподлинно известно, примирительные слова Москвы – это почти наверняка кинжал в букете.